Перископ. Исландия. Южный полюс. Мар. 25. 2015-13-47. В исландской экспедиции лета 2014-го одним из обязательных условий нашего автопробега было достижение всех крайних географических точек острова. Юг, запад, север, восток. Юг обращен к океанической Атлантике, восток, к Норвегии, север, к северному полюсу и запад, к Гренландии. По ряду причин в этой серии до сих пор так и не доходили руки до показа этих точек, а как же выглядит крайняя края острова Исландия. Меж тем, мои коллеги могут предъявить моральные претензии. Батенька, вот ты нас всех подбил там на эту фишку, а сам ничего про крайние точки и не написал. Нехорошо с. Поэтому, обозрение всех исландских сторон света, достижимых по грунтовым дорогам. Нет, это не специальные достопримечательности, куда оптом ввозят всех богатеньких туриков, собирая с них хорошую дань. И тем не менее, каждая из этих точек по-своему своеобразна и интересна. Начну с юга, как мы ехали в Реале, мыс Дирхалай, Тайхали. Чуть в стороне от южного полюса острова находится город Вик, как ориентир. А нам надо будет свернуть с главной дороги километров за семь до него и направиться к мысу и маяку, издалека видимому на краю обрыва. Поехали! 2. Начнем с обзорной карты. Куда обращен юг Исландии? Прямо в открытую Атлантику. Если смотреть строго на юг, то по этому меридиану мы упремся в ближайшую сушу только через 17000 км, в берег Антарктики. Меридиан пройдет чуть западнее Дакара, Блисовое Вознесение и везде будет идти по океану. 3. Место южного мыса Исландии подробней. Сам обзор придется разделить на два части, собственно юг, точки 1, 2, и интересные окрестности юго, точки 3, 4, 5, 6, 7, СЛ. Пост. Сейчас мы припаркуемся северней маяка и пешочком пройдем к точке 1, 4. Ранним утром мы стартовали из окрестности Вэлька. Эйя Фьятлоу Кудаль, чуть северо-восточнее его. Погода была росистая, умеренно пасмурная и не обещала особых красот. Впрочем, пока мы ехали в этот день, она поменялась раз 12, так что утренние цветочки оказались красотом и впечатлением. 5. Пасмурный исландский полдень. Прошло уже 4 часа со старта, и вот мы постепенно приближаемся к высокому обрыву, прихотливой петляющей дорогой. 6. Однако прямо туда не заехать, и приходится наворачивать обходные петли, а затем взбираться с серпантином на пологе мысовой холм с тыльной стороны. 7. Припарковались вдалеке, и теперь уже пешочком вдоль обрыва, тропой. 8. Обрыв, надо сказать, не слабый, метров 180-200. Короче, если упадешь, пеняй на себя. 9. К маяку, однако, ведет вполне комфортная тропа, присыпанная темно-серым гравием. 10. Командор, а.к.а. Раслендинга, ищет небоянные ракурсы. 11. А вот и Атлантический берег во всей его черно-вулканической красе. Внизу тусуются какие-то странные птички. 12. Маяк с тыла. К сожалению, не смог узнать его возраст. 1927. 13. Наш Александр Одесский, представитель братской славянской сестры Украины в экспедиции «Атлантическая Камчатка», подошел к краю обрыва и смело снимает тех самых птиц. 14. Нет, я не смог повторить его подвиг в целостном виде и подойти к краю пропасти на прямых несогнутых ногах. Пришлось присесть на корточки и снимать тупиков осторожней. Тут они оказались жирные, довольные, не затюканные, короче, гораздо нажаристей, чем на забаянином туре Камилатрабярге, западном полюсе острова. 15. Вид на маяк с лицевой стороны. Хорош. 16. Делаем по традиции коллективное фото экспедиционеров, на всех крайних точках. Это первое. Слева направо. Гунтер. Гунтер underscore SPB. Командор. Раслендинга. Александр. Ксано Годжон. Автор журнала. 17. Идем дальше. Топать довольно далеко. Вон на тот скальный язык. Тропа идет очень извилиста. На мысу точками видны фигурки людей. Вот и мы туда придем, на этот самый мыс Дирхалай, или отверстие в двери. 18. Поворачиваем на восток и идем вниз по скальному плато. 19. Когда доходим до перемычки, то резко меняется направление и теперь уже надо идти на юг, по языку. 20. Слева походу очень приятная мягкая мшистая подложка. Так и хочется поваляться. 21. Маяк с языка теперь выглядит так. 22. А прямо на юг, Атлантика и ничего, кроме Атлантики. Если смотреть по Меридиану, то ближайшей суши будет Антарктика. До нее примерно 17 тысяч каэм. 23. Карточка на память. 24. Опять маяк и Атлантический берег с черным песком. 25. А вот и южный полюс острова. Реалия информационного века. Гантеран Дискор СПБ. Сигнализирует миру через мордокнигу о сем факте. 26. Наши координаты фиксируем на память. 27. Тут внимание многих привлекает необычный остров Слоник. 28. Погода же меняется в очередной раз. Заезжая на мыс, было пасмурно. Потом стало солнечно, на полчаса. И вот, с северо-востока надвигается новый фронт, меняя освещение. Вид на восток, о том месте будет вторая южная серия. 29. Вид на маяк от южной точки. Видны для масштаба и фигурки людей. 30. Ну что ж, юг покорен, идем обратно. 31. На подходе с юга видна очень интересная скальная структура. Геологи-минерологи, наверное, объяснят толково это явление. Как оно получается? 32. Теперь приходится наверх. Спускаться было проще. 33. Пока ходили, прочистился от облаков братец и фиатлоу Кудль. 34. На церемонию прощания с южным мысом прибежал и одинокий тупик. 35. Ладно, до свидания, южный мыс. Теперь наш путь лежит на восток. Погода снова испортилась, кстати. 36. Идем к машине. Вон она, самая дальняя, ждет нас. Продолжение следует. Юг. Юг-2. Восток. Север. Запад. Атлантическая Камчатка, Исландия. Занимательная география. Leave a comment. Read comments. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 16. Продолжение следует...